I have ways of blowing things off. Ну, тот сундук я там открывал, наверное, открыл. Не знаю, я только сюда пришел, сохранился. Пришел я сюда через Древоногов, то есть через берег погибших кораблей, лес Древоногов, река Забвения и Ливневый островок. По пути новой фауны мне не встретилось. В лесу Древоногов где-то бродил какой-то один пенек недобитый, я его добил. И вот здесь вот я немножечко понырял, ставил несколько рыбок, потому что, ну, просто хотя бы, чтобы сейчас покушать. Итак, загадка с камнем. Вот, видите, да, вот эта рыба, которую я ловил по пути. Давайте смотреть загадку. Итак, здесь исходим из того, что кавычки, это у нас вроде как отправная точка. Здесь кавычек нету, значит, здесь мы не ищем. Здесь раз кавычки, два, три, потому что все предложено и хочется в кавычках, четыре и пять. Значит, нам нужно пять движений сделать. Я тут поразмышлял, подумал, давайте немножечко утрировать, грубо говоря. Если здесь сказано, пошел в ледяную тундру, лед, это у нас направление на север. Вот у нас компас. Сейчас, видите, мы поворачиваемся, он вместе с нами крутится. Поэтому он даже в описании крутится. Ой, вот это шикарно, кстати. Итак, первое, нам говорят, начал путешествие в тундру, на север. Передвинули. Возвращаем. Теперь второе, что нам говорят. Солнце садилось. Запад. Возвращаем. Опять север. Потом взглянул на дорогу, ведущую в обжигающую бесплодную пустыню, которую я считал своим домом. Если он шел... Ну, я же говорю, почему мы утрировали, что тундра, это холод, это север, пустыня, это жара, это юг. Поэтому давайте следующую на юг. Потому что написано пустыня. Возвращаем. Следующее. Наконец, северная звезда озарила его путь. Северная звезда. Но, опять же, слово север употребляется. Давайте попробуем. Возвращаем. Вот. И последняя строчка. Он продолжил идти своей дорогой. В смысле, продолжил, начал путешествие в ледяную тундру. А потом продолжил идти своей дорогой. Значит, еще раз, получается, опять же, нам говорят, что то же самое, что и в первой строчке. Продолжил идти туда же, где и в первой строчке. Значит, опять север. Да, это работает. В принципе, довольно логично, если не искать какого-то скрытого подтекста, то... Хорошая подсказка. Блин, я помню, тут какие-то ребята были в эти... Под могилой... О, ключик. А куда я пойду? Давайте сюда сходим. Могила. Здравствуйте. Вот это нужно будет делать регулярно. Я что-то нашел. Здесь лежит неизвестный шаман, выброшен на берег морской волны. Был слишком слаб, чтобы говорить, но достаточно зелен, чтобы нас всех проклясть. Я что-то нашел. А что, не подскажете? И у кого это окажется? Ам, я что-то... Ты же копал? Ты копал, да? А что я нашел-то? Я, кстати, так и не сделал бутылки за кадром. Это моя проблема прям уже. Так. Тут у нас уровень 100 штук теперь на уровне... Стоп, 100 штук. 83. 1, 2, 3, 4, 5. А, в смысле... Все, я понял, оно не обнуляется. А что я нашел-то? А, тьфу ты. Вот это я нашел. О, у меня... У этого до сих пор перчаток нет. Укожные перчатки. Спасибо. Как раз вот тебе и будут. Я выкопал укожные перчатки. Какой ужас. Хорошо. Ну, надо не забывать. Это кладбище, поэтому копаемся во всех могилах. Во всем, чем только можно. В таких штуках обычно... Могила. Бомба, спасибо. А, ледяная. Мы потихонечку восстанавливаем наш кислотно-бомбовый баланс. 56 хилок я могу наварить. Вон там не момент. А зачем мне это? Никого. Я вообще думал, что тут будет маленький проходец, а оно как-то нифига. Оно прям длится и длится. Ну, хорошо, пойдемте исследовать. Я же не против уж уж. Травка. Тоже заберу. Я хотел сказать... Перед началом серии у меня было такое ощущение, что... Кстати, знаете что? А что тут тоже копнули? Как-то меня немножко поддостала атмосфера кристальных пещер. Но... Тут она как-то вот вообще нерадостная, эта атмосфера. О! Камушек. Здравствуйте. Кнопочка. Две кнопочки. Во-первых, сюда можно спуститься, как минимум. Знаете, перед тем, как что-то тыкать, я, наверное, пойду все открытые территории посмотрю. Чтобы точно убедиться, что мы ничего не пропускаем. Могила вон, например. Заодно... Да какой промах? Проверим заодно наши силы сейчас на вот этом перце. Да. Теперь он не представляет никакой угрозы. Кальма. Покорный слуга своей жизни проронил ни слова. А что ты тогда рычал на меня сейчас? В прошлый раз, когда я приходил на кладбище и раскапывал могилы, эти ребята доставили мне огромную проблему, потому что мне приходилось убегать. Мне приходилось... Так, соединение. А, погоди, тут у нас... Соединение. Тут у нас будет портальчик. Блин, мне было сразу бы, чтобы я столько не ходил. Ну ладно. Что в эту сторону? Так. Так, кости. Не, нифига. Стеночки, кнопочек никаких у нас не наблюдается? Я что-то сейчас об этом подумал. Нет. Так, тут могила. Что написано? Здесь покоится главный плотник Эрхеп. Ну, выкапываем плотника. Выкапываем плотненько. Я что-то нашел. Я зельку нашел. Зелька чего? Просто хилочка? Ну, пусть у тебя будет, кстати. Просто хилочка, серьезно. А тут? Все равно я промахиваюсь, несмотря на то, что я все-таки прокачал... Зорун, кстати, не плохо. Двести экспы за них дают. Это такое. Писчий Хаару. Писчий Хаару. Бессменный летописец хроники тироенов первого седьмого сазы. О, пенек вылез еще какой-то. Хилочка заберу. Просто с двух выстрелов. Ой, стрелы, спасибо. Это вовремя. Сюда тоже можно войти, да? Тут еще какой-то... О, могила, стой. Могилу надо копать. Все могилу надо раскапывать. Там пенек еще какой-то ходит, но это... Вообще не страшно. Ваши садки. Чувак просто не дошел немножко. Там можно спуститься. Лудиар Манфар. Рабис Пограничья. Непревзойденный кузнец. Ну, извини, чел. Не пришлось тебя убить. Типа, меня тут заперли. Ну, молодец. Причем он выкопался из этой же могилы. Ну, блин. Честно говоря, жаль. Смотрите, если бы я сюда пришел до кристальных пещер, до всего того... Когда я должен был получить доступ сюда? После архивов, да? Офигеть! Мне надо в ту сторону. Когда ты успел мне мага-то убить, а? Так. Жрем. Жрем. Вот на такие случаи нужны всякие зельки воскрешения и... И всякое такое. 200 крита. Неплохо, кстати. Я хотел сказать, что если бы я сюда пришел раньше, для меня это была бы смертельная ловушка, но даже сейчас эта ситуация умудрилась стать довольно опасной. И... Мне, наверное, надо было крутиться, когда бьют, чтобы мага не убили, но... Я немножко запаниковал. Что у меня осталось? Два зелья воскрешалки плюс кристаллы. Хорошая ловушка, кстати. Давайте сохранимся. Заодно сейчас пока сохранился, наварил себе немножко зелек, потому что... Ну, как-то опасненько это все было. Три зельки тебе. Три зельки тебе. У тебя есть. А вот на одну зельку тебе. И одну зельку... И одна большая, одна маленькая здесь. Нормально. Отдыхать я, наверное, не буду. Так, там портал. Портал, мостик. Вроде как стабильные конструкции у нас до этого не разваливались. То есть у нас нет причин волноваться, что мост обвалится где-то, например, да? Камушек. А, сюда вниз можно спуститься. Я понял. Погоди. У меня есть идея. Что с этим можно сделать? Где оно там у нас было? Вот метательные ножи. А. Я не успеваю кидать с такой скоростью. Я понял, надо было на трех. Хм. Он же телепортируется. Погодите, а... До свидания. Зачем я так поступаю? Кто бы знал. Так. Ножи пока что сюда. Вон там. Один и один. Чувак пошел походить, поэтому этого надо побыстрее убить. Когда я говорю побыстрее, это прям значит побыстрее. Все, мага защитили. Пусть подходят, ребята. Я не против. Их тут еще двое, да? Все, блять. Минус. Не, ну экспоза не дают, конечно... Да, по 200. Это все, то есть... Пять зомби, это тысяча опыта. Ну, в случае это хотели не особо много. Причем зомби здесь явно считаются... О, рядовыми врагами. Так, Миночку, шо в мешочке-то? В мешочке еда. Что не может не радовать. Пять... Пять... Может, вот эти все зельки сложим сюда, чтобы они не мешали. Это маленькая хилка, да, две маленькие хилки. Хорошо, хилки оставлю здесь. Эти хлебушек мы слопаем. У нас свет... Свет опять закончился, да? Да. Днем свет заканчивается очень незаметно, так скажем. Так, а что у нас здесь? Кстати, зомбаки выкапываются только из земли. То есть, получается, все эти деревянные каменные поверхности для нас безопасны. Хорошо, загадка с порталом. Это, кстати, так и не открывается, да? Ладно, мы сюда еще вернемся. Я не против. Так. Стоп. А вот это место, видите? Туда можно пройти. Я думаю, что с другой стороны. У меня такое ощущение, что вот эти железные заборчики не должны открываться. Может, я ошибаюсь? Откуда мне знать-то? Хорошо. Новое место. Тут у нас... Кнопка. Еще кнопка. Портал. Могила. Давайте могилу сначала выкопаем. Немножко хабарчика. Еще еда. Хорошо, давайте всю еду тогда сложим в этот пакет. Пакет. По крайней мере, мешать не будет. Хорошо. По весу я могу себе пока что позволить. Тут, кстати, тоже можно спуститься. Все места, где можно спуститься, я думаю, нам стоит... А это, похоже, и все. Тут можно спуститься и там можно спуститься. Плюс загадки с кнопками. Эту кнопку мы не нажимали. Хорошо. Я предлагаю прямо сейчас тогда... Оу. А это могила, которую я не заметил, что ли? Ферда Ход. Он мог бы избежать своей участии, если бы его обещания были столь же крепкими, как его спина. Копаем. О, пули нашлись. Хорошо, 8 штучек. С могилами надо быть аккуратнее, наверное. Ну что ж, ехали вниз. Проверим, что у нас тут. Тут у нас стандартные стеночки. Мне предлагают там вниз упасть, что ли? Погодите. Если я вниз упаду, я сюда уже не вернусь. Лестниц-то тут нету. Я хочу сначала проверить... Зарядим себе фаербол. Стенки вроде у нас ни о чем. До свидания, дружище. Хотя, слышите эти звуки? Вообще, где мы оказались? Что это за место? Катакомбы червивых. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Очень многообещающе звучит. Катакомбы червивых. Блин, в таком месте... О! Хотел сказать, в таком месте нету секретов. В таком месте есть отмычка. Что как минимум уже выгодно. Портал. Хорошо, что делает эта кнопка? А-а-а! Да? Так. Вот это стреляет. Оно должно полететь... Ящики. Ящики, я думаю, можно... Их можно разбить? Давайте сохранимся, узнаем. Да, можно. Хорошо, какой это окажет эффект. Оно врезается теперь в эти ящики. Так, раз, два, три. Ну, типа, четыре, пять. Это тоже окажется. А в катакомбах раз, два, три, четыре. Да, все пять досок, они одинаковые. Ну что, что-то мы сделали. Фиг с ними, с этими ножиками. Я их там не оставлю. Мы все равно туда, скорее всего, попадем. Пойдем дальше, посмотрим, что мы можем... Мы еще туда можем спуститься, во второй кусок. Где это было? Вот это было вон там. И там тоже я еще ничего не нажимал, еще ничего не делал. Такие прикольные загадки. Такую не сразу и решишь. Так, это я выкопал. Очень уютное у чувака место такое для захоронения. В уголочке. Никто его не трогает. Так. И так. Две кнопки. Ну, давайте, да, для начала спустимся. Ага. Травка. И... Сыр. Кто у нас более голодный сейчас? Вот, магу постоянно сыр достается. Как только мы его находим, у нас маг более голоден. Тверка. С порталом. Это мы там же сейчас, да? К такому почерливых. Хорошо. Мы оказываемся просто обратно. Так. Что меняется? Нам нужно найти нужную комбинацию. Погодите. Если так. А-а-а. Вот оно. Ох ты жжё. Так. Басан из Ксафи. Изгнанный из гробницы. Чё, драться будем? Давай. Я знал, что ты вылетишь с недобрыми намерениями. Кстати, если вы вдруг скажете, что я делал лук, потому что у него быстрее перезарядка, но не пользуюсь скоростью перезарядки, потому что я не сразу на него нажимаю. Вы будете абсолютно правы. Но это уже другое дело. Так. Вон тот рычаг мне нужен, да? Да. Кс. Так. Шесть дырок, которые находятся... Да, я всё равно туда провалюсь. Я понял. Чтоб тебя... Я сделал всё хуже, да? Ладно. Погодите. Попробуем с этой стороны. А-а-а. Блин, а как тогда? А-а-а-а. Ладно, давайте думать. Всё оказалось гораздо проще. Многочисленное нажатие на кнопки производит разный эффект. Оно не делает, типа, открытие-закрытие. А просто нужно было встать сюда и нажать три раза. С момента загрузки. Вот я сохранился. Нажал раз, ничего произошло. Два, ничего произошло. Третий раз. Оно тут просто закрылось. И... Всё пучком. Теперь ещё и оказывается домой. Надо как-то попробовать пройти. Мне интересно, что если я... Где и что я открыл? Ладно, пофиг. Как глупо-то. Ладно, минутку. Надо было просто на верёвке туда спуститься. Значит, раз. Два. Три. И всё тут закрылось. Отпускаем рычаг. Эм. Просто спускаемся туда. Нинечка, а дверь теперь закрылась, да? То есть фишка в том, чтобы... А что открывается? Что открывается-закрывается-то? Нинечка, вы хотите сказать, что меня телепортирует там... А-а-а. Вот чем прикол. Теперь выбраться отсюда. Хорошо. Плохо. Хе-хе-хе. Мне нужно, чтобы одна из этих была открыта, да? Хорошо. Вот это. Вот это. фото это было ну то есть надо было просто понять как это работает отдай камень я знаю что перегружена погодим и сейчас разберемся с этим чем мешки о в мешке ключ от перемычки в мешке вот и шаровая молния шаровую молнию тебе мешок наверное нафиг а еще это не перегружен супер ну то есть то но нет не сложно где у нас был проход в собственно ключ от перемычки то мы сейчас туда и идем осталось найти это место погодите тут вроде по центру она была так как только мы из ворот приходим соединение да вот сюда вот ключ у нас пойдет все мы можем и к кладбищу ходить блин я думал что это откроет нам хорошо это было достаточно легко с другой стороны где у нас я не помню где у нас последний храм для того чтобы сложить все эти кристаллы мы находили вообще четвертый храм или или он где-то здесь находится я просто не знаю у нас есть две загадки одна с ямами и горшками другая с порталами порталы районы живые массивы раз-два-три и закрывается и все это то что я думаю давайте еще раз попробуем да это то что я думаю надо было на скорость прокидать хорошо 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 что это сработало так как где мои стрелы от тебя хорошо ладно это на самом деле было не так сложно до этого можно было догадаться а вот три кнопки которые я нажал метанием ножей а почему они тогда по очереди не сработали а фиг его знает я как-то не особо верю что тут ничего нету просто предбанник такой серьезным ножи конечно можно собрать это конечно же не буду да как-то мемасики конечно можно было бы сделать на делать этого конечно же не будет зачем я их разбиваю о тут могила есть могилу надо обязательно ранар ребус или ребус очередная жертва священных лесов арн адвина после последние загадки его авторство были утрачены вместе со сгоревшей библиотекой ормунда чувак дочит полезно когда я говорил про полезные не говорил про их ну ладно давай экспу тоже хотя бы давай хотя бы экспу раз ничего другого предложить не можешь этими баночками должно что-то быть знаете мне немножечко ну кабы это понятно они не должны пропадать просто игры приучили к тому что ты что-то разбиваешь и осколки потом со временем пропадает чтобы не занимать оперативку а тут все остается на месте и учитывая как здесь лежит будь иногда был ясно понятно уйди тут никого нет хорошо значит можно нападать нападать отсюда да быку нужно еще качать меткость потому что полин там идет чувак там идет чувак я не хочу чтоб сюда чувак шел хорошо это мы немножко ослабили я думаю сейчас тоже в скором времени сольется фух да засады здесь жесткие конечно это уже вторая такая засада восставших мертвецов восставшие из за да зачем вы так со мной ребят у тебя скоро я еще полуровня блин еще 13000 надо это много это много это вот тут вообще ничего не скажешь много рецептик рецептик надо вообще посмотреть те что я делаю черный мох зелень некроманта это случайно не вот это зелье воскрешения зелье некроманта вообще наверное пришло время немножко экспериментировать и узнать каждую ночь безмолвный кто-то а безмолвный кое-что видит наберись терпение прессы проследить за его взором безмолвный это который все я понял я и правда не помню где он находится каждую безмолвный по моему где-то на на ливневом островке он что ли был или на реке забвения надо будет по походить посмотреть что это к чему это каждую ночь безмолвный что-то видит наберись терпение причем смотрите вот это вот место видите туда как-то можно пройти может быть даже отсюда я предполагаю камушка никакого случайно нету гляньте она хоть но нет она находится нет наверно все таки не здесь дайте за грибок как-то дерну подтяну не хорошо нет так нет поехали дальше тут мы вроде наверно все что ли прошли я я вот хочу к этой стеночке еще подойти сейчас есть еще одна нет ну допустим вот вот в эту часть мы наверно сейчас не попадем а вот вот эта стеночка вполне возможно а еще такая фишка если я заберу нож что случится до дверь закроется эти три ножа мне придется оставить здесь никакой фиг с ними все равно имя не пользовался и метательным как метательное оружие они никакущие да и метательным оружием в этом в этом прохождении я не пользуюсь иначе я так бы радовался а стойте я же сюда не спускалась лопата ребят помните смеемся после слова лопата но тут нами еще раз дают но погодите мне кажется это намек чтобы я еще и вот тут покопался давайте попробуем или тут нет хорошо нет так нет валим отсюда я такой чё это за место как туда попасть сам не захотел туда лезть нормально да вот это то чё это за место это мы выкопали это мы закопали а все я понял вооружаемся камушками камни у нас там еще много лежит поэтому ага вот как вы хотите это работает хорошо потратил дофига всего но я надеюсь что я туда смогу попасть когда ты это забрать все давай спасибо там повставала всякая до причем не показалось погодите а камушки вот они все три штуки ну как минимум 4 ножей 3 а вот еще камушки еще 3 а ты нормально что в портале ставишь а эти порталы минуточку только для вещей у нас 220 крит нормально так прилетела чел туда вниз я спускался да эти порталы меня не трогают о это прикольно хорошо интересная загадка была то что я все-таки кидал ножи сюда надо будет потом просто еще как буду о привет проходить по верхним этим на будет еще камушки пособирать от големов бум и как я по ним промахиваюсь печально так шорт катится открываем открываем чё вкусах кустах нычка для драки наверное так предполагаю чет хороший урон нематериальный 10 на 30 плюс точность 15 мне кажется что это что-то что-то хорошее клинок 10 на 30 12 на 37 его можно использовать кстати как второе оружие 4 секунды ожидания я не уверен что я пока что хочу лишать себя например защиты поэтому давайте так но я его с собой возьму конечно но посмотрим итак вниз владелец выкопал чё за промахи собаки блин бесполезные вы чё еще одна черепушка в коллекцию насколько мне 265 жизней переносимый вес и урон сразу увеличится хорошо черепозавр и так заметкам есть фонтан рядом с которым стоит древний дуб и сделай четыре шага на восток от дерева а затем еще два шага в южном направлении юга в итоге сокровище будет прямо у тебя под ногами значит еще он будет шаг назад сделать чтобы выкопать наверное я знаю два фонтана по моему один в старбрическом этом а один один на ливневом не на ливневом островке а а мячка не здесь обозначены вот фонтан на реке забвения есть фонтан вот этот вот в старбрическом прибрежье есть еще фонтаны по-моему нет хорошо спасибо я понял давайте чуточку отдохнем вот я так понимаю день ночь будет абсолютно все равно да потому что да это чертова кладбище на поешь за записку давай записок уже накопилось это проклады клады у нас здесь в среднем мешке внизу сидят еще и запомню будет вообще хорошо за перегружен я думаю 9 27 10 30 до ладонный кинжал мне больше может уже не понадобиться ну еще шаг вперед на держи на держи ты пока до меня дойдешь я по тебе еще постреляю 190 крит хорошо чувак мне нужно чтоб ты уровень получил пожалуйста давай резче откуда вылез а все понял ты тут просто типа обитал нам вот сюда упс нефту дупс мух я заберу вот эти кости каждый раз меня настораживают я их буду прокапывать хотя вроде как ничего не до этого мне не говорила о том что там что то есть щит легенда килл хагана несмотря на упорные попытки киха не удалось отомстить за свою команду но по прошествии времени внимая голоса мудрецов своей голове он все-таки смог примирить примирить свой гнев в следующие годы он постепенно обрел просветление стал хранителем нэкса то есть парень который у нас тут ходит это килл хаган 618 да ну и щит и это здесь абсолютно не какущие давайте я еще копну на всякий случай по уме нет даже не могила это просто табличка перенесли мне сюда вещи поближе спасибо и так странно что указано со стрелочкой знаете в чем прикол всегда у нас переходы отображаются вот так вот вниз видите но здесь огромная лестница с огромной стрелкой неспроста неспроста ну поехали тут испытывает голод это реальное испытание как раз когда я пошел вниз он такой а 4 голодный хлебушка тебе да нормально там трупак в стене лежит если чё это драугры или чё но выглядят как драугры блин это я сейчас напомните мне да к такому бы червивых просто отвал башки там между прочим он с доспехами есть ребята ну наверное туда раз тут есть дверь значит логично было бы ее открыть мост ну мост 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 вы хотите мне сказать чтоб я сюда пришел не переходя мост я могу так сделать ну это вроде не то что от меня хотят как мне кажется я боюсь что это все нечисть сейчас повстает с них станется блин валяются тут фишка в том что колхаген походу это у нас хранитель насколько нам говорят там шевелится огонь живая мертвичина у нас тут да да я кнопки ищу но раз он хочет нас убить смотрите как например в прошлой серии элегантно обыграли появление второго крыса босса да это тот же самый чел но это все представили типа смотри что просто так ни разу не просто так есть эти катакомбы да 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 давай мы сейчас с этими подеремся так вот раз он пытается нас убить и серьезно подставляет нас и всякое такое то почему он зажигает кристаллы мы же четко видели в одной сцене что он зажег кристаллы который нас воскрешает и восстанавливает у него есть какие-то скрытые мотивы почему он так поступает зачем мы ему вообще нужны зачем ему все эти игры ему скучно что происходит вообще ребят вас прокачали что ли вы сильнее чем снаружи че такие жесткие постой экспы за них дают танковать их кстати ну можно в принципе я думаю вот здесь хорошо пробивает молот который игнорирует броню соперника кажется что это хороший выход стрелы подберу ваш хлам я брать не буду спасибо итак эти катакомбы были построены как место упокоения династии червивых мать прям династия многие поколения которой служили гонцами и послами между драконами и другими разумными видами существ нашего мира многовековое перемирие было нарушено когда ксарант и орул червивые похитили яйцо из гнезда и сбежали на остров нэкс с детенышами на борту своего воздушного судна а ну да в принципе у нас были воздушные суда еще в первой части хранитель редко исполняет желание но в награду за выполненную работу он даровал червивым бессмертие нормально такая фамилия червивые слышали я четко слышал звук двери не двери а люка а с этой стороны я четко слышу звук птички так хорошо эти ребята вышли отсюда тут нам дают электро бомба где они у меня там лежали вот они десять штук а одиннадцать их там две было хорошо из этих нычки ребята повылазили шлемы топоры щиты это все бред вроде как тоже ничего но со стенами никогда не может быть что блин это отображается как обходные видите на карте как это отображается то есть эти стены явно будут у нас шорткатами хорошо сейчас я через них не пройду это в принципе логично иначе чё бы мне игра разрешила бы это делать итак решетка и дверь тут мост который надо будет поломать над ним голову и тут так ладно мертвяки видимо все таки не встанут или серьезная игра ждет пока я расслаблюсь сюда можно упасть упасть я наверное пока что не хочу лесенка это тоже хорошо сохранимся фиг тебе фиг тебе и 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 А, в принципе, тебе тяжело стало. Факел, наверное. Хотя, не знаю, где мне никогда. Может, факел пригодится. А, пара-па-па-па-пам. Меч. Да, 3 килограмма. Давай меч. Отдадим тебе. Ты у нас веса не чувствуешь? К тому же мы тебе лишнюю черепушку подобрали. Тебе должно быть прям хорошо. Слышите? Крылышки за стенами. И не только крылышки. Можно упасть еще, конечно, в другую сторону. Но, погодите, я хочу проверить. Наличие кнопок. Вот, видите, нашлась кнопочка. Слишком долго их не было. Копьё. Дикарское копьё. Лёгкое двуручное. 5.15. Ну, зачем оно мне? Ну, допустим, я его пока с собой положу. Ну, хоть отмычку у меня не съел. Да, мимики перестали быть проблемой уже практически полностью. Каменный браслет. Защита 3. Точность 10. Ой-ой-ой-ой. Точность это то, что нам нужно. Защита 1. Сила 1. Точность 10. Наверное, поменяю. Ну, сила 1, конечно, хорошо. Стоп, он опять проголодался. Какие у нас там была рыба? На тебе. Язь. Копьё. Погодите, а тут... А, это я просто факел выложил. Секреточка обнаружена. Ещё кнопочки. Такая комнатка. Интересно. Немножко странноватое место. Хорошо? Можно упасть. Давайте падать. Этот звук на фоне, как будто у кого-то в животе урчит. Серьёзно. То есть, вы хотите сказать, что здесь нельзя спуститься, если я упаду. Он по 28 вообще-то пробивает. Сколько у тебя хпшки? О, там ещё, кстати, отмычка лежит. Отмычку я заберу. Учитывая... Ну, знаете, в моём случае получается, что... Лучше мимик, чем обычный сундук, потому что... Привет. За мимика ещё и хп дадут. Мало того, что отмычку не потрачу, так ещё и икспа прилетит за него. Блин, ребята, вы когда... Ой, 130, неплохо. Вы когда такими жёсткими стали? Вы вроде как раньше легко разбирались. Мне что так кажется. Ладно, шлем-то у тебя тут хорошо. Кнопочки у тебя тут нету, случайно? Ага. Ага. Погодите. Исследование стен. Там, вон, видите, тоже наверху захоронение и... Ну, что-то такое ощущение, что это всё неспроста. Здесь мы проходим под кристаллом. Цеп. Цеп, я помню. Тяжёлое оружие, 12-36. Но оно не какущее тогда получается. Ганнорирует 10-11 защиты вражеской брони. Я это, конечно, понимаю, но... Блин, погодите. А неужели мы сюда поздно пришли? Нам сначала надо было? Потому что смотрите, какие оружки тут попадаются. Они слабее. Ликарское копьё. Которое, кстати, поместилось. Цеп, который... 12-36. 14-43. Как бы ненамного, но лучше. 18-55. Великий топор. 16-49. Давайте, кстати... О, мне ещё Селькина есть, я забыл про них. Это всё сюда сложим. На секундочку. Кувалда, тяжёлая дура. 14-43. 16-49. Так. Цеп мы тоже тут положим. 18-55. Давайте я немножко теперь с этим топором похожу. Кувалда, конечно, хорошо, и она игнорирует 25 единиц защиты, но... Это очень сильно прибавляет урон. Я хочу посмотреть, как оно будет работать всё тут. Тварь. залетать 99 пока работает идти нафиг это у тебя типовым вампиризм такой или чё можно вылезти офигеть какая территория открылась прям жевать не переживать здесь можно вылезть это вот где я оказался фиг тебе тактически отступил вот еще была эта дверка 128 кризис таки нет ну опять же я щас против этих прочных ребят дерусь пришел от хаббал ушел и отдыхаем долг все это восстанавливается кстати если чё так возжечься на дом хорошо здесь кольцом как колечко мы докинули пробеги над мостом и еще раз и над а затем повторить и беги ко двери окей тут нам уже четко ну то есть то что мы стали типа мост не такой да я вижу что это мост а здесь нам говорят как там пройти у меня все таки интересует что вот это там погодите а у а а она ипуда знаете ребята давайте тогда узнаю следующей серии потому что мне кажется что серия уже немножечко затягивается нам еще нужно будет пройтись в одно месте не Сечка вон там еще нужно будет, кстати, тут я не подниму, а я могу вокруг пробежать и пройти туда. Хорошо, и в портал тогда тоже сходим в следующий раз. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра-бобра, всем молодышек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok